Здравствуйте, дорогие читатели! Ежегодно, 27 сентября, отмечается Всемирный день туризма. Городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина подготовила для вас виртуальную экскурсию «Дорога на Северный Кавказ». В наше путешествие мы отправимся из Кирова, города, построенного на семи холмах. Киров основан в 1374 году и является одним из старейших городов России. Он расположен на реке Вятка, по названию которой он и получил свое первоначальное имя. Только после революции город был переименован в Киров. Именно в этом городе установлен необычный фонтан, парящий камень. В Кирове мы прогуляемся с вами по Вятскому Арбату, по Спасской, одной из центральных и старейших улиц города. Большинство зданий, расположенных на этой улице, являются памятниками архитектуры. На Спасской находится огромное количество магазинчиков и кафе. Там же расположились Кировский театр юного зрителя и Кировский театр кукол имени Афанасьева. Украшают улочку многочисленные музеи. От улицы с Пасской мы дойдем до одного из самых излюбленных мест отдыха горожан – набережной имени Александра Грина, кировского писателя, автора повести Аллы Паруса и других замечательных произведений. С набережной мы выйдем к Александровскому саду, названному в честь императора Александра I, посетившего город в период своего правления. Затем, по мощенной тропе, дойдем до вечного огня. В годы Великой Отечественной войны возле Кирова не велись боевые действия, поэтому на его территории нашли временное пристанище, многие заводы, эвакуированные из других городов. Попрощавшись с гостеприимным Кировом, мы отправляемся дальше. Следующая остановка нашего маршрута – республика Мари-Эл, а именно ее столица – город Йошкар-Ла. Здесь мы прогуляемся по живописной набережной Брюге, расположенной по обеим сторонам реки Малая Кокшага. Своё название набережная получила в честь бельгийского города Брюге. Ее начали в строе в 2010 году. Сейчас на набережной ее школой расположены административные здания и школы. На ней же располагается республиканский кукольный театр. Долгие годы у него не было собственной сцены. Актеры гастролировали по ближайшим школам и детским садам. В 1989 году у кукольного театра появилось собственное здание, а в 2014 году на его месте появилось новое. Сегодня кукольный театр похож на сказочный дворец с башнями, зубчатыми стенами, шпилями, арочными проемами и высокими куполами. Любовавшись на северную Венецию, это еще одно название набережной. Мы переезжаем с вами в соседнюю республику Калмыкию и посетим ее столицу, город Элистун. Название в переводе с калмыцкого переводится как «песчаный». И это не случайно. Город окружает лишь песчаные степи. Калмыкия – единственная республика в нашей стране, где проповедуется буддизм. Именно в Элисте располагается самый большой в России буддистский храм. Золотая обитель Будды – Шакьямуни – это величественный храм, построенный совсем недавно, в 2005 году. У основания храма верующих кричает Белый Старец, языческий бог, которому поклонялись предки монголов, бурят и калмыков. Старец считается символом чистоты, веры и единства, хранителем богатства и семейного благополучия. Здание находится в окружении 108 молитвенных барабанов с мантрами и 17 красивых пагод со статуями великих буддийских ученых. Внутри храма вы увидите позолоченную, украшенную бриллиантами, 9-метровую статую Будды. Стены храма украшены росписью с изображениями истории жизни Будды и его 14 учеников. Проехав песчаные степи, мы добираемся до Северного Кавказа и приезжаем в республику Дагестан. Знакомство с этой прекрасной республикой мы начнем с поездки в один из старейших городов мира – солнечный Дербент. Он расположен на берегу Каспийского моря в 40 километрах от границы с Адизбаджаном. Недавно город отметил свой 2000-й юбилей. Дербенте что не камень, то предание, что не стена, то легенда, что не дом, то история. Главная дагестанская крепость называется Наринкала, что с персидского переводится как «солнечная крепость». Наринкала – одна из крупнейших в мире и самая старая из сохранившихся крепостей России. Она построена в VI веке персидскими шахами. Позднее крепость была центром арабского халифата, а при Петре I стала частью Российской империи. Внутри крепости были созданы все условия, чтобы выдержать тяжелую и длительную осаду. В том числе имелся внушительный запас воды, которая подавалась к помощи весьма хитронной системы водоснабжения. Также внутри крепости находились шахтский дворец, тюрьма, бани и дома для слуг. В наше время на Наринкала включена список семирного наследия ЮНЕСКО, а также считается объектом культурного наследия Российской Федерации. Пришла пора покинуть Дюрбент и отправиться дальше. Наш путь лежит в Суракский каньон, один из самых глубоких каньонов мира, поражающий своим величием и красотой. Каньон начал появляться примерно 100 миллионов лет назад. На Суракский каньон приезжали известные исторические личности Лермонтов, Толстой и даже Александр Дюма-отец. Мансурский писатель вдохновился красотой и величием дагестанского чуда и не раз упоминал его в своих произведениях. В книге «Кавказ» Дюма-старший так описывал впечатления от посещения каньона. Я лег на землю и закрыл луками глаза. Охватившая меня нервная дрожь будто сливалась с обиением земли. Земля словно была жива, двигалась, билась подо мною. На самом деле это так билось в мое сердце. На этом мы заканчиваем знакомство с Дагестаном и отправляемся в соседнюю Чеченскую республику. За последние 10 лет Чечня так и образилась, что о ее тяжелом прошлом уже ничто не напоминает. Появляются большие парки, мечети, новые живые районы и досуговые центры. Для начала мы посетим город Шали. Именно там находится одна из самых больших не только в России, но и в Европе мечетей, которая носит название «Гордость мусульман». Она вмещает в себя до 30 тысяч человек, а прилегающая территория украшена многочисленными цветами и деревьями. Мечеть «Гордость мусульман» совсем новая. Она была построена в 2019 году. Вокруг мечети нет никакого забора и на ее территорию можно зайти с любой стороны через арочные ворота в восточном стиле. Сама мечеть построена из белого брамора, привезенного из Греции с острова Тасов. При явках солнечным светом рамок буквально сияет ослепительной белизной. Ночью мечеть украшает подсветка. Над всем зданием возвышаются купол и миноветы. На особый восторг вызывают внутреннее убранство. Здесь мастера превзошли сами себя. Потолок и стены вручную разукрашены резьбой и расписаны сусальным золотом. Мечеть освещают восьмиметровые люстры, украшенные кристаллами Сваровский. Пол устран огромным синим традиционным чеченским орнаментом ковром из шерсти новозеландских овец. После Шоли мы отправляемся в столицу Чеченской Республики в город Грозный. Основные достопримечательности города находятся в центре. Среди них бизнес-центр Грозный Сити, в котором расположены многочисленные рестораны, офисы, гостиницы, жилые кварталы и большая подземная парковка. На крыше есть мотровая прощатка, с которой Грозный виден как на ладони. По соседству с бизнес-центром расположен красивый цветочный парк, в котором посажено около 150 тысяч цветов и 500 деревьев. Здесь есть инсталляции в виде животных, арки из цветов и детские аттракционы. Главным украшением Грозного является центральная городская мечеть в сердце Чечни, которая вмещает до 10 тысяч человек. Мечеть построена по образу голубой мечети в Стамбуле. Стены отделаны брамором, крыша состоит из множества куполов, над которыми возвышаются 4 минарета. Высокие стены расписаны орнаментом. Внутри установлены большие люстры, напоминающие своими формами мусульманские святыни. Рядом с мечетью есть большой парк фонтана. На этом первая часть нашего путешествия подходит к концу. Впереди нас ждет дорога в другие республики Северного Кавказа. Приглашаем в нашу библиотеку за книгами, которые помогут вам самостоятельно посетить эти и другие интересные места Северного Кавказа. Северного